Здравствуйте, уважаемые зрители канала Баланс ТВ. С вами Дмитрий Чигаев и наш цикл передач. А вы в это верите? Сегодня мы с вами поговорим на тему «Путешествие в тонком теле». Разобраться в этой теме и в этом вопросе нам помогут наши гости и наши эксперты, которые с нами здесь сегодня в студии. Сергей Зуев, руководитель проекта «Вайшнавский университет» и Владимир Муранов, целитель, духовный практик, победитель «Битвы экстрасенсов» и музыкант. И, Владимир, первый вопрос к вам. До середины 70-х годов учёные не могли исследовать, и исследованию не удавалось определить экспериментально исследователям, обладает ли каждый из нас таким астральным телом, не говоря уже о возможности выхода из астрального тела. И физики под астральным телом понимают некое подобие души или ставят знак равенства даже между астральным телом или тонким телом, как угодно можно это называть, и знак равенства с понятием душа. Так ли это, на ваш взгляд? Какие ваши есть наблюдения? Ну, по моим наблюдениям, мы все одинаковые. Состояние, как говорится, не только из физического тела, но и из тонкого тела, безусловно. Вопрос в том, что в каком состоянии осознанности находится человек, в каком, скажем так, моменте восприятия себя и возможности, скажем, перехода из одного состояния восприятия в другое состояние. Отсюда зависит и его, скажем так, опыт, который может пройти в тонком теле либо в плотном теле. Поэтому мой ответ простой. У всех, безусловно, у всех людей есть тонкое тело. И, скажем, любой живой организм, он обладает своей аурой, своим полем и, скажем так, соответственно, тонкими телами. Сергей, что такое тонкое тело? Можно ли дать определение? Потому что, наверное, от этого зависит, в общем-то, весь последующее наше рассуждение или обсуждение данной темы. Веда рассматривает человека как состоящего из системы тел, многих тел, грубое тело или плотное тело, как Владимир сказал, и тонкие тела, различные тела. Точно так же, как считается, что тело человека состоит из восьми энергий или элементов, такие как вода, земля, огонь, воздух, плотные элементы, эфир, ум, интеллект и ложное эго. То есть вот эти тела, по сути дела, составляют оболочки вокруг того, кто является Личностью — атмой. Атма — это душа. И поэтому, когда говорят, что тонкое тело и душа — это разные вещи. Это душа, одетая в тонкие тела, а не тонкие тела сами по себе. С точки зрения Вед, мы и есть душа. То есть тот, кто желает, обладает сознанием и так далее, но он пользуется вот этим аппаратом, механизмом, системой вот этих тел. И, к сожалению, в наше время почти это утратило понимание. Это не изучается. И вот эта попытка экспериментальных изучений, она довольно-таки странна. Потому что с точки зрения самих тел, мы ощущаем тонкие тела свои и других людей, как вот Владимир может подтвердить. Но приборы — это более грубая структура, и мы пытаемся с помощью более грубой, более тонкой уловить. Поэтому это как бы странность вызывает. Поэтому и не улавливает. Потому что надо мерить с помощью соответствующих приборов или инструментов, то есть с помощью тел же. А так вот эффекты, связанные с телами, с путешествиями, с ощущениями, с функциями разными, они известны. Они описаны в древних манускриптах, таких как Веды, Пураны, Упанишады. Это известная вещь. Владимир, участвуя в битве экстрасенсов, вы как-то затрагивали вот эту тему или погружались ли в эту тему относительно отделения от тела, выхода из тела, либо вот для того, чтобы выполнить те же самые задания, например? Я просто могу описать свои наблюдения за своим опытом, который у меня был. Вот физика все-таки рассматривает больше такие, скажем, волны, как звуковая сила, скажем так, скорость света и так далее. А здесь идет речь совсем о тонком взаимодействии. Причем оно такое, что не сопоставить с волной нам привычного физического проявления и не сопоставить даже с нашим восприятием мира, потому что мы живем, скажем, в восприятии линейного мира. По моим ощущениям, здесь нет времени. Времени, оно как бы постоянно в этом состоянии. Как бы оно отсутствует, такое было восприятие, как будто оно является нулем. И, скажем так, взаимодействия часто воспринимаются самими людьми. То есть человек человека может почувствовать через тонкий план, потому что это происходит за пределами слов, за пределами мысли. Это все уже, скажем, облаченное, скажем, в такое, скажем, проявленное состояние. Мы же все-таки, я не могу сказать, что я рука или я голова, я нога, я душа, действительно. И душа, она, как если она есть часть Бога, часть пришедшая сюда для прохождения опыта, то, скажем, это тоже, по большому счету, есть большой духовный замысел. Если мы, скажем так, могли бы обладать возможностью изучения этого взаимодействия с точки зрения науки, физики той же, человек в силу своей корысти и слабости, он начал бы это использовать. И тогда он мог бы сам себя уничтожить, по большому счету. В природе все так задумано, что человек не может, он может идти по пути к Богу, но не обратно. Когда у человека появляется, скажем, экоцентричность, вот это желание владеть, пользоваться, использовать это, оно начинает закрывать всю эволюцию, его развитие. В итоге это будет тогда разрушение. Поэтому божественный замысел очень глубокий. И я думаю, что физика будет очень долго к этому идти. Все равно тайны науки не будут открыты до конца, пока человечество существует. Вот в самом начале вы сказали о том, что в зависимости от того, какие у нас ценностные, личностные качества, насколько мы развиты, в том числе и духовно, и интеллектуально, но больше, наверное, духовно, да, больше в тонком плане, настолько больше мы можем понимать и настолько больше мы можем и ощущать. Правильно? Естественно. Чем чище наше состояние, чем мы более высоким по своим вибрациям, а значит, у нас более чистое сознание, то тогда человек и шире воспринимает мир. Если человек спускается в опять свои более низкие вибрации, ему мир будет ровно подобен же ему, его восприятие. То есть это все с тонким связано как раз восприятие. Сергей, можно ли сказать, что вы, поскольку все-таки и к науке относитесь, и долгое время занимались наукой, что пока сам исследователь в первую очередь не обратит внимания не на свои знания, материальные знания, а на свои духовные знания, он не сможет продвинуться как-то более глубоко или дальше в своих исследованиях. Все это является следствием того разрыва или разлома между, скажем, наукой и религией, допустим. То есть сейчас почему-то наукой считается вот это вот измерительное, экспериментальное, чисто приборное компонент. Я прошу прощения, а вот религия, а лучше сказать, наверное, духовность, она вообще научна? Это основа всего, это ядро. В том числе и науки. Да, а вот эта вот приборная часть, это вспомогательная, служебная. Но в наше время, мы живем в такое время, когда служебное поставлено как главное, а духовное поставлено как некая там, так сказать, вопрос веры, вопрос чего-то. То есть это не вера. Там также есть законы, там также есть свои принципы. Это все работает, просто людям это неведомо. Они закрыли, отрезали от себя, грубо говоря, с помощью вот этой инструментальной науки. Они погрузились, по сути дела, вот в эти грубые вибрации. Они говорят, вот то, что грубыми вибрациями улавливается, то и есть. Остального мы не знаем. Владимир, изучая этот вопрос, смотря историю, где, в общем-то, действительно пытливый ум ученых, он до сих пор, и в России это очень активно, и в Советском Союзе начиналось, только это были закрыты такие исследования. Бехтерева описывала о том, что не нужно уже это подтверждать, выход из тела — это реальность. Столько случаев, что уже подтверждений никаких не требуется дополнительно. Вот у вас есть опыт выхода из тела, правильно я знаю? Есть, да, опыт. Вот когда вы выходили из тела, или, может, потом, изучая вот этот опыт, когда человек выходит из тела, его видение меняется, начинает ли он видеть другие тонкие тела? На самом деле, когда я был в тонком плане, я себя воспринимал точно так же, как и физически. Я даже себя помню, что пытался ущипнуть и проверить, больно мне или нет, потому что я реально оказался в другом пространстве, в другом мире, в другой реальности, но тело моё было абсолютно таким же. Оно изменилось только в тот момент, когда у меня происходили преображения путешествий по тем мирам, и когда моё тело, условно говоря, сгорело, и осталось свечение в виде такого, вот наподобие, это можно описать как пламя свечи, фиолетового такого, зелёного оттенка, яркого. И в тот момент я ушёл в другие планы. Я прошу прощения. Владимир, когда вы себя попытались ущипнуть, чтобы понять, спите вы, не спите, вы почувствовали боль? На самом деле, это я ещё не спал. У меня этот опыт происходил не во сне, это мне произошло так, что я даже разговаривал с своим товарищем, я лежал на полу, и вот в момент выдоха произошёл, скажем так, провал в другое пространство, в другое измерение, можно сказать. И именно тогда я понимал, что я нахожусь в другом состоянии, причём он перестал меня слышать в этот момент. Он понял, что я не реагирую, и моё тело не реагирует на его попытки меня вернуть как-то обратно. Они испугались даже, подумали, что со мной что-то случилось, очень плохое. А я в это время как раз происходил вот эти опыты, которые для меня казались в тот момент, что они очень долгие были, как будто я там находился не какие-то минуты, а как будто это было прям вот очень долгое время. Расскажите, пожалуйста, ваш опыт, потому что он не похож на те опыты или те ощущения, которыми делится большинство людей, которые выходили из тела. Он, конечно, такой длинный, и я считаю, что к ним, прежде чем он произошёл, были очень интересные события, предшествующие ему, потому что я занимался красноцветовскими практиками. У меня были гости, я их положил на диван, а сам положил на коврик, люблю на жёстком лежать, на полу, и общались. И когда я вот так вот руки положил на грудь и сделал выдох, я прямо реально проваливаюсь, и передо мной открывается тоннель. Тоннель не такой, как его представляют, какой-то бесформенный, конкретный, прямо лестница каменная, всё облачено планом, как будто я нахожусь в каком-то подземелье. И я начинаю, хочу вернуться назад, но понимаю, что стена закрыта, камни закрыты. Я понимаю, что я в той же одежде, в том же, скажем так, в той же форме. Я начинаю искать выход. Бегу вниз и вижу огромные такие вот пространства, где люди прям подобные друг другу, очень грязные какие-то такие вот все вот у них. По ним чувство, что они наполнены чувствами, которые отрицательными. Это когда люди сильно зависимы, с огромными желаниями, с огромным стремлением это как-то между собой, вот, воплотить свои желания. В общем, была сильная, тяжелая атмосфера. И я прямо, мне внутри рождается такая фраза, говорю, господи, зачем ты мне это всё показываешь? Забери меня отсюда, я не хочу здесь, я прямо слух это говорю. Вдруг у меня ещё ниже какой-то план открывается, там, смотрю, ещё проход. Я начинаю бежать туда, чтобы этого не видеть. Там открывается совершенно другое пространство, где тоже были люди другого плана, которые, это как бы манипуляторы такие, знаете, вот которые, я бы назвал их вот люди, которые бывают как в бизнесе, часто обманывают друг друга. Вот они прям были подобные, у них какие-то столы, они там всё между собой, что-то такое. Как будто совершенно другого плана народ, их много. И когда ко мне шла одна женщина, у меня опять фраза такая рождается, мне как-то она была тоже неприятна по вибрациям. Я говорю, как само так родилось внутри, я говорю, а почему-то такая фраза родилась, от мира к миру иди к Богу, вот так я и сказал. И вдруг вот в этот момент, когда произнеся эту фразу, все, кто там были, они как бы разворачиваются и начинают бежать в мою сторону. И я сначала подумал, что они сейчас меня тут покалечат, вот такой вот у меня испуг возникает. И вдруг я понимаю, что они дальше пробегают, я оборачиваюсь назад, там такой вот как бы открылся такой как бы выход, и водопад такой. И они сквозь него пробегают, и там, скажем так, всё чистое, так очень красиво. И вдруг меняются одежды, меняются лица. Я подумал, надо же, как здорово, наверное, там вот я тоже туда побегу. Только хотел развернуться, но в этот момент на меня вылился такой огромный столб света, свет, который вот, я вот как помню, это был огромным диаметром, это вот луч такой, невозможно прижать яркость этого света. И когда я голову начал поднимать вверх, разглядеть, для меня это был виден как образ Христа, но я никогда не видел Христа как бы вот, ну, с точки зрения реальности, а вот это было как вот как Христос. И он стоял не как на распятии у нас показан, а руки были вниз, а ладошками вперёд. И он так смотрел на меня, прям как вот любящий мать-отец, вот прям всё в нём, как вот столько люби. И он так улыбается, говорит, тебе ещё рано туда, ступай дальше. И я как бы, и он исчезает, этот свет, и я вижу, что все ушли, а у меня там опять какой-то ещё ниже проход. Я спускаюсь ещё ниже, и вижу огромное пространство. То есть если бы мы бы планету бы всё облачили бы, вот таким пространством, которое было бы разделено бы на какие-то такие, как, знаете, как раньше советское временное корово держали в стойлах. И вот не было бы неба, а было бы такой тоже потолок каменный, до бесконечности покрытый. И людей столько, что им много, что им даже невозможно присесть. Они вот плечо к плечу все прижимаются, и не могут даже присесть, у них вот такой вот стон такой стоял сильный. Я понял, что в то время я уже тогда осознал, что я нахожусь где-то в сосебадских каких-то помещениях, вот в вадских мирах, условно говоря. И меня в то время сопрождалась ещё мысль, думаю, что с моим телом там? Думаю, я, интересно, умер или я живой? Думаю, там, интересно, меня ещё не похоронили, то есть что время такое, где-то как будто там долгое, и хочется вернуться назад. И вот эти люди, когда начали, и там не было детей, кстати, когда они начали вот так вот шатать этот забор, я подхожу, хотел оторвать доску, думаю, что они не могут оторвать, она гнилась. И вот в то время опять я Иисуса вижу, и Он мне говорит, посмотри, сколько здесь их, неужели ты думаешь, что всем им можешь помочь? Вот истинное очищение лежит в другом, ступай дальше, говорит. И я как бы разворачиваюсь и ухожу. И я ушёл, там, мне ещё попадались по пути различные, скажем, такие планы, но в конце я ушёл в такое место, где был такой глубокий обрыв и свет, и я подумал, что это как закат. Я думал, сейчас я выбегу, и там как раз выйду домой. А выхожу, а это оказалось такой огромный каньон, и там внутри лавы. И я с точки зрения человека понимаю, ну как так, вроде бы по физике понимаю, что температура высокая, я бы тут дышать даже не смог. То есть у меня ещё логически, я в это время размышляю, вот ты понимаешь, что такого жарка, конечно, неприятно, но не на столько, чтобы сгореть. И смотрю, как бы там некуда больше идти, я начинаю разворачиваться назад, чтобы уйти. А вот время из этих вот тоннелей, откуда я пришёл, поднимается сильный гул и ветер. И камни так полетели, что они под такие булыжники поднимались просто в воздух. Я начал падать, чтобы удержаться, чтобы не упасть туда. Но у меня не получалось. Я скоблился так, что у меня пальцев не было дополнительно. Я орал криком, причём уже не стеснялся даже русского фольклора, как говорится, потому что было очень больно. И начал ругаться, и просил Христа, говорю, где ты, почему-то сейчас не можешь мне помочь. И никто не появлялся. И вот в момент, когда я уже развернулся, и говорю, ну ладно, тогда я выбираю, прыгаю туда, вот в эту вот, в бездну. И когда я туда летел, я ещё не долетаю до неё, моё тело резко взорвалось, как будто вот на миллион атомов. И я стал, и в этот момент я уже ничего не помнил, ни своего, как будто, скажем так, реинкарнацию, да, ни свою вот эту жизнь. Ничто я не помню. Я только понимал, что это я. И вот этот свет, который, я как будто и он есть, но в то же время я себя понимаю, что это я так же себя понимаю, как сейчас. И мне огромным, как будто меня выстрелило вверх, я пролетел над всеми этими планами, и тем светлым планом, где были вот эти люди, все очищались, и дальше, и над землёй. И начал стремляться с огромной скоростью в сторону нашего Солнца. С огромной скоростью. Причём она так ускорялась, что я вошёл в него, прошёл сквозь Солнце и дальше. И эта скорость настолько начала ускоряться, что все звёзды шмелькали, просто вот как будто, знаете, как вот ускоренная съёмка, если бы пролетать сквозь этот космос. И летел я очень длительное время, пока вдруг я не начал наблюдать такую интересную картину, которую я никогда не видел нигде на Земле, когда свет не является источником, как вот мы видим, как от чего-то свет, или только от Солнца, или как от... А свет, который сам является природой света, он как будто бы вот... Как вот мы воздух воспринимаем, а это если бы он бы светился, вот сама природа света светящаяся, и как будто я подлетаю к какому-то совершенно новому, новому, совершенно восприятию. Я оттуда в него вныриваю вот этот свет, и он... Это не воздух, и не вода. Это вот что-то невероятное. Он такой искрился, голубоватого тенка был, такой, как ини, когда искрится на морозе, так красиво. И когда я в него влетел, мне такое было ощущение благости, я таком наслаждении даже сказал, что на Земле нет ни одного опыта, который бы мог бы пережить, чтобы испытать это восприятие. Вот какие бы наслаждения мы не испытывали сами, это будет только маленькое искр, как подобие того, что там происходило. И я увидел там много таких же, как я, светящихся, плавающих, вот таких вот... Я бы не знал, не знаю, как назвать, душ, или... Кто мы там являемся, уже трудно себя определить это по своему восприятию. Но это шары, то есть это не личности, не форма, не... Форма нету. Все состоит из света, только другая форма света. Если вот этот свет был голубого света, мы были другого света, мы были вот каждый своего света. И когда мы друг друга касались, мы могли сквозь друг друга проходить. Это было невероятное ощущение. Я настолько просто там пребывал в таком благости, что не заметил, как передо мной появился снова Христос. Я его опять только увидел уже так близко, как вот вас, даже ближе. И он на меня смотрит и говорит, что ты прошел истинное очищение, и каждый через него пройдет. А сейчас ты готова заставаться, отправляйся назад. И как бы вот так вот рукой, как будто бы к сердцу дотронулся, но это мне сердца же нет в том теле, но ощущение было, как будто дотронулся до сердца. И меня резко вот как бы так вот вернуло, и я, когда пришел к себе, я не могу говорить, у меня... Я замерз сильно, у меня все было сковано, вся челюсть, руки были зажаты, я прям был замороженный, как будто. И я эту историю очень долго никому не рассказывал. Сегодня даже я отважился ее рассказать, но не знаю, можно, глядь, рассказывать такие вещи. Но тем не менее, потом я уже, скажем так, через несколько лет, когда общался с человеком, который изучал тонкие путешествия, она, говорит, порекомендовала мне почитать разных Рене Генона, Рериха, Данте, там, говорит, почитайте, говорит, ну там, духовную литературу, говорит, посмотри, говорит, у всех разный опыт, но он очень похож на то, что ты рассказываешь. И тогда я понял, что это было не просто какое-то вот личностное переживание, а это был реальный опыт, потому что это было настолько все реально, что ничем не отличается от реальности, в которой мы в с вами находимся. И поэтому, я просто, если говорить уже подвести так итог к этому, у меня такое чувство возникло, когда мы говорили о том, что почему физика ушла более в инструментальное исследование, чем в тонкие, конечно, утрачено сильно в духовной познании наше, но мне кажется, мы сами в этом виноваты, потому что человек изначально по пути своего развития идет по пути ухищрения, то есть облегчения своего собственного труда. Мы сначала забрали мотыгу и так далее, и облегчили свой труд настолько, что мы стали как орхидеи под банкой, то есть мы вот абсолютно ничего кроме физического тела уже не воспринимаем. Вот нам это вот сейчас вот выключили электричество, это лишено отопления, лишено из каких-то там магазинов закроется, и человечество вымрет, ну практически начнет вымирать в большинстве своем. А нам все дано, мы настолько тонко, восприимчивы и связаны с этой природой, вообще окружающей мира и вообще Вселенной. Поэтому я думаю, что если человек бы развивался в ту сторону духовного развития, он, конечно, приобрел бы гораздо больше, чем потерял. Сергей, с вами кто-то когда-то делился вот подобными историями, ну или просто хотя бы историями выхода из тела или путешествий таких? Или вы пока вот только опираетесь на свою веру, вот исходя из священных писаний? Конечно, делились, да. То есть это опыт, ну на мой взгляд, достаточно много людей имеет этот опыт просто, так как у нас парадигма, что этого всего нет, поэтому люди его как бы особенно не вытаскивают. Я удивился, я прошу прощения, что вас перебиваю, но когда я познакомился с исследованиями, это не просто какие-то единичные проценты, и причем это стабильность, процент, когда группа, которая исследуемая, это тысячи человек, различные группы в разных местах, в разное время, разными институтами и учеными, этот процент 30 и выше, 30-35 процентов, это средний процент тех людей, кто получил совершенно свободный этот опыт выхода из тела. То есть вот то, о чем вы сейчас говорите, что это как бы не единичное. Да, это не единичное, это могу констатировать. Мы можем видеть, что когда была дана отмашка сверху, можно об этом говорить, и сразу появились газеты, журналы, передачи, книги, все появилось, хотя просто были ограничения, а потом сказали, что можно, это стало признаком свободы, и люди стали свободно развиваться, то есть это все было, всегда было. Просто вот, ну, текущее, так сказать, состояние, цивилизация, оно было, вот этот акцент, ну, в той сфере, которую вы называете наука, ей несколько сот лет. Это некое маленькое образование, вот это инструменталистика. Еще 300 лет назад люди не знали, что такое человек, зачем у него голова вообще, и не знали, что внутри, вообще не знали. Вот не было, вот не было, так сказать, опыта, даже грубого тела не было. То есть люди не знают, что такое человек. Вот лошадьям одевают шоры вот такие, чтобы они только видели вот эту дорогу, а если шоры убрать, то, оказывается, все здесь есть, уже, все вокруг нас есть. Просто мы не сконцентрированы на этом, и какие-то особые состояния, как вот Владимир описал, они позволяют нам куда-то переместиться или что-то ощутить, что-то почувствовать. А если целенаправленно работать в этом направлении, то этот опыт появляется довольно быстро. Но еще один такой интересный момент, что ученые отмечают, что возможно даже разделиться в тонком теле на несколько, как правильно сказать, субстанций, на несколько тел. Сергей, такое описывается вообще? Или имеется ли такой опыт в практике, есть ли действительно такую возможность? Ведические манускрипты описывают это то, что йог может до девяти тел, вообще-то говоря, присутствует одновременно, действует разными путями. То есть это говорит о возможностях такого рода. А это подтверждалось? Или это пока только... Ну, мы-то же сейчас вот в основном не изучаем йогическую практику. То есть это описывается, как реальные факты, что это могло быть. Ну вот то, что описывают... Ограничено, но тем не менее множественность тела. То, что описывают участники экспериментов, в частности, Кладет Килли, одна участница одного из экспериментов была, и она как раз описывала то, что она с четырех точек видела свое тело. То есть это, в общем, тоже было зафиксировано, в том числе по теплоте. То есть что мы могли, как бы уловить прибор, это тепло, которое проявляется в разных точках, ни с того ни с сего. То есть там, где нет видимого какого-то объекта, не говоря уже о том, что животные реагировали, потому что так же экспериментуемые, они, допустим, проецировали себя и оказывались в террариуме, и змеи начали набрасываться вот на этот тепловой пучок, который они ощущали, что они видели, опять же, приборы не могли зафиксировать, но они фиксировали необычное поведение той же самой змеи. Владимир, вот вы что-то хотели дополнить? Да, хотел бы дополнить о том, что... Я к вам вопрос еще передаю. Потому что я по своим наблюдениям замечал, что мы сейчас говорим о более таких проявленных состояниях нашего множественного, скажем, проявления, но мы не можем отрицать то, что человек, даже обычный человек, любой, а даже мать, допустим, чувствует своего ребенка на расстоянии, это тоже благодаря тонкому восприятию, тонким телам. У меня многократно были такие опыты в практиках, когда, допустим, условно говоря, я пришел к выводу, что мы не просто там, где мы находимся, а еще и там, где наши мысли. И тем более, если мыслить, мыслить же это не просто, скажем так, это тоже наше присутствие. Я замечал такие вещи, что когда человеку требуется, скажем, какая-то поддержка или помощь, или вдруг мы вспоминаем друг друга, мы можем вдруг связаться бессловесно, скажем так, или вне зависимости от техники, без телефона. Также, допустим, были подтверждения таких моментов, допустим, когда уезжали на Восток, и когда происходили события здесь, в домашних условиях, одновременно приходила информация, то есть думая друг о друге, мы начинаем воспринимать друг друга. Я думаю, что это может подтвердить каждая мать. Каждая мать, да, она чувствует у ребенка. И это тоже ведь соединение, это тоже взаимосвязи. Просто мы иногда списываем это на случайности, на вроде вот как бы, и опять уходим в свою, опять логику. А по сути, вот этот мир, как рыба плавает в океане, так и мы все плаваем в этом взаимодействии этих вот между собой через тонкий план. А уже наш, скажем, анализ выдает нам уже, скажем, команду для действия. Потому что ни одна любящая мать не согласится со случайностью, потому что, я по-своему, знаю, что если что-то случается, мама тут же звонит, не проходит там буквально одного дня. Но вот в вашей жизни что-то изменилось, после вот вы рассказали такую большую историю, столько переживаний, которые произошли. Что изменилось в вашей жизни? На что это вас вдохновило? Изменило ли? Вы знаете, я вот честно скажу вам... Или вы еще больше замкнулись наоборот? Наоборот. Я считаю, что я стал более свободным, более... А свободой называют принятие того, что вокруг существует. Ушла такая ценностная, скажем так, восприятие мира, а стало более такое принимающее состояние мира. Но я заметил другой момент, что, вы знаете, здесь я опять возвращаюсь в свое грубое тело, я опять начинаю жить логикой, но я начал замечать, что что-то высшее, более тонкое, оно меня ведет. Я, например, даже вот... Я же не собирался идти на эту битоксерсенцию, я совсем не смотрю эту программу. Это все тоже как сложилось, как бы провели. А провели что? Не для того, чтобы победить, а чтобы люди услышали, пообщались. Много произошло встреч. Это как добрые инфекции, которые размножаются. Я называю добро то, когда ты сеешь какую-то глубину человека. То есть, когда ты заставляешь его задуматься о себе больше. Не просто, скажем так, показательное выступление устраиваешь для демонстрации каких-то способностей. Это не нужно совсем это шоу. А вот с точки зрения именно задуматься о том, что мы есть больше. И у меня так в жизни сложилась, что вдруг появилась возможность делиться с людьми каким-то своим опытом. И смотрю, у них, скажем, на этом, в моем опыте тоже проявляются свои какие-то задачи новые жизненные. То есть, даже музыка. Я, допустим, тоже занимаюсь практикой мантр. И я замечаю, что на этих концертах приходят люди не только преданные, которые следуют, скажем так, служению своему или определенной конфессии, а которые как раз простые люди, которые ничего об этом не знают. И я вижу, как они раскрываются в своих сердцах, насколько они становятся светящимися, я бы так их назвал. А это же большой плюс. Это в каждую семью приходит новое состояние. А это тоже посев. Поэтому я считаю, что работа непочатый край стала еще больше и еще больше и больше. Это как вот такая вот, скажем, движение по жизни, которое приносит плоды. Плоды именно касающиеся конкретно любви. Потому что для меня любовь – это не то, что мы называем любовью, а это вот это принятие этого мира, это его и благости, и трудности. Когда у тебя баланс, ты понимаешь, что все, что трудности нас движут, а все, что благость, скажем, тебя там, скажем так, кормит, можно сказать. Вы описывали сейчас вот некоторое время назад свое ощущение относительно тела, что вы очень замерзли, когда оставляли тело. Ученые, это первое, что отмечают, что дыхание становится поверхностным или практически пропадает, и очень резко падает температура тела. полностью, то есть когда вот выход из тела происходит. Я, кстати, еще такие вещи замечал и замечаю до сегодняшнего момента. В практике очень изменилось. С того момента, когда я, если работаю с людьми, если работаешь, там общаешься, неважно разговариваешь, или ты это контактно пытаешься как-то что-то помочь, или работаешь по акупунктуре, или там, скажем так, с теми же мантрами, когда практикую, отмечалось не раз, появляется очень сильное ощущение леденящего состояния, синего света такого, и вот такой вибрации, которую люди отмечают, что холод такой очень сильный. И я стал это отмечать, что это тоже какие-то вибрации, которые люди воспринимают, идет посев какой-то информации, видимо, вот в момент этих практик. Поэтому, скорее всего, время такое пришло, что оно стало даваться даже так вот нам. То есть мы даже вот не ведущие, не знающие, даже ту же ведическую культуру, которая является основополагающей для всего, чтобы это познать. Тем не менее, скажем так, люди обыкновенно начинают вот это впитывать, вбирать в себе вот эти вибрации, трансформироваться внутри. А в целительстве что-то изменилось в ваших техниках или практике? Я как раз, да, я как раз стал меньше. Если раньше я шел по пути, когда не было веры, было ли сомнения, я пытался изучить больше, 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 и это было по пути ума, потому что хотелось, скажем так, более быть ближе к действиям. Сегодня я это больше отпускаю, я понимаю, что главное состояние, вот это состояние, вот это я близко, я бы называю нулевое такое, когда чистое внутри состояние находится, можно просто рядом побыть, и уже многое произойдет. Вы знаете, психотерапевты даже отмечают, что человек, который получил этот опыт выхода из тела или прошел через смерть, такой опыт или подготовки к смерти, вот такую, даже используя такую терминологию, он становится, когда возвращается в тело, получив этот опыт, он становится более успокоенным, более умиротворенным, более вдохновленным, если можно так сказать. То есть беспокойство уходит из его жизни. Но, Сергей, вопрос вот в чем, что всегда, вот я боюсь, что как бы после нашей передачи все не захотели оставить свое тело и получить этот опыт, обращаясь к тем или иным людям или специалистам, которые готовы им дать этот опыт. Нужно ли это делать? И, опять же, всегда, наверное, должен быть такой прагматичный вопрос «Зачем?» А зачем оставлять тело? Нужно ли к этому стремиться, на ваш взгляд? Собственно, в зависимости от понимания, кто он, он и ставит цели, так сказать. Вот современная цивилизация, в которой мы живем, значит, человек — это физическое тело, грубое, и цели — это удовлетворение потребностей этого тела, и какие-то грубые потребности, некоторые более тонкие. Это все. То есть, все зависит от того, насколько мы понимаем, кто мы, что мы тут делаем и куда мы идем. И тогда становится понятным, что может быть способствовать этому, быть полезным и так далее. Древнее Писание описывает живое существо как вечного путешественника. Говорится, что даже находясь в этом физическом теле на протяжении этой жизни каждые семь лет меняются клетки тела. Значит, тела уже разные. То есть, даже в этом смысле мы проходим через меняющиеся тела. Точно так же процесс реинкарнации, это как бы сейчас современная цивилизация рассматривает как гипотезу или как что-то, но реинкарнация означает путешествие, смена тел, по сути дела, грубых, в соответствии с теми идеалами и целями, которые вы выработали в течение этой жизни. То есть, путешествовать так или иначе приходится. Вопрос, только это делается осмысленно, целенаправленно и подчинено какому-то осознанному или неосознанному вектору, или это происходит случайно в результате, скажем, автокатастрофы, операции. Самые разные бывают ситуации, когда так или иначе вы теряете сознание, связи с этим грубым телом, и вдруг оказывается, что вы смотрите на себя со стороны или в других пространствах. То есть, вопрос цели и понимания. Кто я, что я тут делаю и зачем? Совсем не обязательно всем. Это таинственное, необычное, оно манит людей, но это не является самоцелью. Вообще, есть люди, которые любят путешествовать, они вот по земле все время перемещаются, перемещаются там, и это выказывает природу души, как путешественника. Этот мир, все исходит из цели этого творения. Что это такое? Что это творение? Что это человек? Владимир вначале сказал, что мы пришли, чтобы получить опыт. И если люди это понимают, они пытаются этот опыт получить. Если люди думают, что надо построить какое-то социальное устройство, коммунизм, капитализм, достичь какого-то уровня благосостояния для физического тела, они этим занимаются и на эту жизненную энергию растрачивают на это. Им кажется, что все это, это очень достойно, это очень ценно. То есть вопрос глубины понимания реальности. К печальной, так сказать, реальности нашего времени, может быть, я этим огорчу, телезрители, современная цивилизация ведет нас вниз, к сожалению. Идеалы не возвышенные, а совсем, они примитивные на уровне животного мира. Друзья, подводя итог, у меня будет короткий вопрос, и я надеюсь на итоговое подводящее резюме, такую черту под нашей сегодняшней беседой, достаточно обширной, видимо, как и путешествие в тонком теле по бесконечному пространству. Владимир, вы сказали о том, что мы там, где наши мысли. И как любой путешественник, вот о чем сейчас сказал Сергей, все-таки, чтобы начать путешествие, нужно понимать, куда я путешествую. Есть как бы вот автостоп, куда повезут, туда и поедут. Но, наверное, все-таки осмысленнее знать точку своего назначения. Я считаю, что человек должен знать о себе именно с точки зрения духовного опыта, скажем так, информацию, прежде чем вообще задумываться о каких-то путешествиях. Никаких специальных путешествий я бы не рекомендовал телезрителям, потому что все будет тогда, когда они будут готовы. Из-за того, что люди все-таки сегодня, большинство, слепы или относятся к духовной жизни как к некому поверхностному или, скажем, внешнему проявлению, к некому такому, как к культуре, то они немножко заблуждаются в том, что это на самом деле первичное, а вторичное уже физическое. Спасибо. Я согласен с этим. Спасибо. Да, я тоже могу сказать, что не надо путешествовать, вот Гималай показывают, сегодня там в новостях показали, что пошел человек в Гималай, провалился в расщелину, неопытный, не знал, там по навигатору двигался, навигатор не точно отражал там эти расщелины, он провалился. Тут в Москве-то по навигатору но спасли, но спасли. Поэтому не надо сломя голову куда-то бросаться, пытаться путешествовать. Путешествия возможны, но необходимость их должна диктоваться целесообразностью, подготовленностью и осмысленностью. Если это есть, тогда... Но вообще еще другой момент. Очень важно, чтобы путешествовать с проводниками, еще с теми, кто помогает, знает. вот там являлся Личность, которая помогала Иисус Христос, допустим, конкретно. То есть вот поэтому очень важно в одиночку, так сказать, не в такие путешествия, не, так сказать, отчаиваться. То есть лучше, чтобы помогали те, кто имеет опыт, знания и могут помочь нам быть готовыми. Будьте осторожны, не пытайтесь делать то, что вам совсем непонятно и не имея помощи, поддержки, проводников, по крайней мере. Дорогие друзья, мы сегодня беседовали в рамках цикла передач, а вы в это верите, о теме «Можно ли путешествовать в тонком теле?» разобраться в этом вопросе сегодня нам помогали Сергей Зуев и Владимир Муранов. Как мы выяснили, путешествие нужно все-таки начинать вглубь себя. И если мы правильно путешествуем вглубь себя, то там откроется для нас небывалой красоты, привлекательной, замечательной. Далее. С вами был Дмитрий Чигаев. До новых встреч на канале Баланс ТВ. Ну а вы-то сами верите в то, что можно путешествовать? Подумайте. До свидания. Телекомпания Баланс ТВ и мультипорталрузов.ру представляют «Уникальный интернет-проект тысячелетия». Приключенческий роман на документальной основе в поисках бессмертия. Два друга отправляются в Гималайи на поиски нектара бессмертия. Их ждут удивительные приключения, невообразимые открытия и ужасные трагедии. Святые и мудрецы, йоги и ведьмы, мистики и даже черные маги встретятся им на этом пути. Мы пройдем этот путь вместе, и еще неизвестно, чем он закончится. Гималайи еще никогда не были так близки. Поэтому, не теряя времени, отправляйтесь в путешествие на сайте в поискахбессмертия.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова